Ковы По правде говоря, сейчас я уже и не помню, что собирался написать, когда принялся за своего озорника. То ли автобиографическую повесть, то ли просто весёлую книжку, битком набитую приключениями. Но пока я писал первые главы об осаногом мальчике из пыльного глинобитного квартала в Старом Ташкенте, о радостях и горестях, которые выпадают ему на долю, я ведь искренне думал, что пишу о себе. Так оно в общем и было. Но когда я в некий момент глянул на своего озорника со стороны, то увидел, это не совсем я. Скорее даже, совсем не я. Сам того не замечая, я стал приписывать своему герою многое из того, что случалось с мальчишками моего народа на протяжении столетий. Поняв это, я удивился. Я ведь совсем не думал приукрашивать собственное детство. Напротив, я только и хотел показать, каким страшным оно было. Даже если смотреть сквозь волшебные очки памяти и хитрые стеклышки смеха. Мой озорник уже не был тем давним мальчиком по имени Гафур. Он был просто узбекским мальчишкой, каких существовали тысячи и в его время, и в века назад. И что случилось с ними, могло произойти и с ним, а его приключения могли стать общими. Мои, почему это твои? Отдавайте! Отдавайте! Бью! Мимо! Теперь я! Мой очеред, мой! Ну ладно, бей! Опять весь кон! Подчистую, во везет! Ну, кто следующий? Я! Ставь! Ставлю! Только, чур, мне бить первому, ладно? Ему первому, ладно? Ему первому! Эх! Эх ты, только хвост отбил! Теперь я! Ух ты! Во везет! Все подчистую! Отстали, мальчики! У меня всяльчики! А вы у него бету посмотрите! Она у него со свинцом! Пусть даст свой бету! У него тоже пята тяжелая! Да! Да! Это почему же у меня тяжелая? Почему же она тяжелая? Свинца-то в ней нет! Нет! А ты попробуй на руку! Ну-ка давай! Юлдаш! Юлдаш! Что у вас тут? Да вот, играем! А-а-а! А что, ребята, устроим плов в складчину? Плов? Ага! Устроим! 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 Ну, кто чем займется? Ты, Аман! Э-э-э... Я че ж буду поваром? Ладно! Ты повар! Ты достанешь котел, соль, перец, воду! Угу! Так! Я достану рис и морковку! А кто мясо? Мясо? А мясо достанет Абдулла! Да! Абдулла! Да что вы, ребята, ну откуда же я возьму? Отчего? Что вы? Откуда я возьму рис и морковку? А я откуда возьму котел, перец, соль, воду откуда? Решили плов в складчину делать? Решили! Так надо делать! Вот ты, Гафур, принесешь сало! Хорошо, я принесу сало! Ты сало, Абдулла мясо, а... А я все прочее! А прочего-то почти не осталось, хитрец! Ну, мы разошлись, и я с выигранными альчиками за пазухой пошел домой. Мать была на кухне. Припасы у нас хранились в чуланчике. Туда надо было идти мимо террасы, где моя средняя сестренка нянчила младшую. Пройди я мимо, даже самым независимым видом, она тотчас подняла бы шум, как сторожевая собака. Музыка. 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 Эй! Шапак! Музыка. 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 Где твой мяч? Музыка. 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 Там, где мои куклы. А что? А вот и нет тут там. Врешь. Там он. Иди сама посмотри. А-а-а! Значит, ты и взял. Чтоб тебе пустую было, ты и взял. Пока она бегала искать мяч, я мгновенно пробрался в чулан, отковырнул кусок сала в кувшине, завернул в клок бумаги и сунул в штанину. Потом со спокойным видом отправился в сарай. Моя серая курица сидела на подкладыше из лука. Эй, да ты яйцо высиживаешь. А ну, давай-ка сюда. Нечего, нечего, ты еще снесешь. Раскудахталась. Вот куда его сунуть, а? Под шапку. Ну, теперь оставалось только проскользнуть мимо матери. Я на цыпчиках пошел через двор. Но, увы, мать стояла в дверях кухни. Эй, эй, эй! Опять на улицу? Ух, чтоб ты провалился совсем. Только и знай, чтоб бегать, бегать. Иди сюда, иди сюда, помоги огонь разжечь. Ведь дымить чуть не ослепло. Но делать нечего. Я пошел на кухню, стал раздувать огонь. Дым ел мне глаза. Яйцо тихонечко перекатывалось под шапкой, точно выжидая случая выкатиться и произвести на свет цыпленка. Было страшно жарко, и я почувствовал, как по животу и ноге у меня что-то течет. Это растаяло сало. Жирная струйка густела и наливалась силой, как корык в половодье. Сейчас начнет капать на пол. Я наклонился, чтобы посмотреть, сильно ли намокла штанина. Мать попала по яйцу, спрятанному под шапкой. Оно потекло у меня по виску, а бедная мать решила, что пробила мне голову, и это вытекает мозг. Машала! Ой, сыночек! Пока она причитала в растерянности, я выскочил из кухни и кинулся прочь со двора. Мама! Мячик! Кобурья мячик! Теперь все пропало. Все. Мать сейчас обнаружит пропажу сало. Так что домой ходу нет. К товарищам тоже нельзя. Засмеют. Разве что пойти к тетке. Это была сестра моего покойного отца. Она меня любила и жалела. У нее, однако, оказались гости. Я не решился войти. Нет мне приюта в этом мире. Я глядел двор на прощание и вышел. Видя напутствие, хлопнул себя по заду и, как герой сказки, И полы поддохнуты, тебетейка на голове. Пошел прочь из города. Я долго плутал в глиняном лабиринте, пока выбрался на дорогу. Куда она меня приведет, я понятия не имел. Я по дальней дороге рыдая пойду. Вы останетесь, плача, в печальном саду. Как три горлинки малых, три слабых птенца. И разлука между нами, как путь без конца. Ах, спроси не меня, расспроси, мудреца. Каково нам с китайцем в пути без конца? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Каково нам с китайцем в пути без конца? Стемнело, и я шагал, шагал в темноте. Только пыль вздыхала у меня под ногами. Да звезды светили наверху. Несколько звездочек впереди спустились к самой земле. И скоро я понял, что это огнеселение. Наконец я приблизился к освященному зданию мечети. Молитва только что кончилась. Оставались лишь и мам, и служка. Но я вошел и смиренно прислонился к двери. Ты что, сынок? Намаз кончился. Атаджан, я приезжий сбился с пути. Если разрешите, останусь в мечети до утра. Не-не-не, это нельзя, нельзя. У нас и так вчера молитвенный коврик украли. Погоди, погоди. Так ты откуда говоришь, сынок? Так, сыр, я ташкентский. А, да, ташкентский? И что ж ты делаешь в наших краях? Я учусь в медресе. Так, сыр, а сейчас вот каникулы. Ну, я отправился по кишлакам подзаработать. Вон оно как. Ну, а в каком медресе ты учишься? Кто твой наставник-то? В медресе? Да. В том. В большом медресе. Наставник тот. Самый знаменитый дом-ла. Ну, ученик. Да, я вижу, где ты обучался. В школе вранья. Только плохо тебя учили. Ладно, пойдёшь со мной. Желудок как, не плачет? Потихоньку плачет, так сыр. Ну, ладно, пошли. Пошли. Окажешь нам небольшую услугу. Заработаешь на пропитание. Пошли за мной. Я пошёл за ним. Гадая, что за услуга от меня потребуется, но больше думая о том, чем он меня покормит. Здорово, я с утра проголодался. И мама оставила меня во дворе, вошёл в дом и скоро вернулся. Ну-ка, ученик. Вот тебе машхурда от ужина. А вот початок кукурузы бери. Его только утром в золе испекли. Ешь, ешь, не торопись. Спасибо. Спасибо, так сыр. И он снова ушёл в дом. А появился вооружённый топором, огромным ножом и кручённой верёвкой. Я прямо-таки задрожал от страха. Валь, так сыр. Ты чего, парень? А-а-а-а-а. Да не бойся, не зарежу. У меня, видишь, ли бычок объелся и захворал. Боюсь, вот-вот сдохнет. Возьми-ка всё это вот. Устройся во дворе у хлеба. Вот тебе одеяло. И будь начеку. Если услышишь, что бык захрипит, всади ему вот этот нож в горло и зови меня, понял? Ну, а только смотри, не проспи, а то бык сдохнет поганым по твоей вине. Понял так, сыр. А чайку-то не будет? Чайку? Восьмушка стоит пятак. Зачем тебе чай? Ворыке полно воды. И он ушёл. А я растянулся на одеяле. В хлеву посапывали и ворочали животные. Деревья у глиняного забора покачивали, шумели. Я уставился на три крупные звезды прямо над собой, боясь отвести взгляд в сторону, и съёжился на одеяле, чтобы занимать поменьше места. И не заметил, как заснул. Вой, что это? Бык упал? Ой, нет, не надо. Не сдыхай. Сейчас я сам тебя... Подожди. В темноте хлеба барахталась на земле какая-то скотина. Жив ещё, подумал я с радостью, и вспомнил, как мы с мальчишками бегали на бойню. Левую руку я протянул туда, где должны быть рога. Бояться было нечего. Бык уже и сам подыхал. Правой ткнул ножом. Готово. Готово. Бедный бычок. Фух. Всё. Не стану я и маму будить. Я же сам справился. Он поспит, и я посплю. Я пошёл, растянулся на одеяле и заснул безмятежным сном. Но какое меня ждало пробуждение... Проклятый! Проклятый! Мама! Ой! За что бьёте? Ты проклятый, а! Так сыр! Ты проклятый! За мою услугу, Вай! Меня и бьёте! Ты сдох за своей услугой! Ай, 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 ай! Ты ж моего, моего ишака зарезал! Ишака! Ишака! Только теперь я сообразил, что произошло. В темноте я принял ишака, барахтавшегося в пыли за хворого бычка, и перерезал ему горло. Я же его в священной бухаре купил за три золотых! Ах, какой это был! Ишак! Ишак! Я заметил лестницу, прислонённую к стене Хлева, вынонул из-под рук имама и полез наверх. Куда ты ж... Куда шайтан? Я тебя поймаю! Я тебя поймаю! Пока имам опомнился, я уже был на крыше. Окрестные кровли примыкали одна к другой, и я помчался по ним, перелетая через узкие проулки. Стой! Я тебя загоню! Нет! Имам тоже одолел лестницу, но отставал от меня на несколько крыш. И видно было, что он сейчас остановится. Стой! Шайтан! Держите! Но это не спасение! Привлечённые с шумом нашей скачки, жители Кишлака тоже повылезали на крыши и появлялись то тут, то там. Мусульмане, смотрите! Какой страшный! Да уж шашенький! Лови его! Чистая сила! Обид-то у меня был и впрям страшноватый. Весь я был в крови покойного шака, в пыли, в одежде, висящей клочьями. Ради Аллаха! Держите его! Держите! 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 Я стал оглядываться, выбирая спасительное направление. Я куда-то провалился. Ой! Ой! Тише ты, дурак! Ой! Куда это я попал? Да это же... Это же дымоход! От тандыра! Я действительно провалился в дымоход тандыра, печки, где пекут лепешки. Внутренне из тандыра круглые, как шар, и я застрял в ней, поневоле свернувшись в клубок с прижатыми к груди ногами. Тандыр находился в чьей-то кухне, которая, к счастью, была пуста. Никого. Никого. Темнота. Ну, ты, левая рука, попробуй-ка пошевелиться. Ай! Не можешь. А ты, правая, не можешь. Вот это да! В кухню вошла женщина с блюдом в руках. Блюдо она поставила возле тандыра, и мой голодный желудок пронзил запах плова. Адхам! Адхам! Не пришел. Не пришел. Женщина вышла, а запах плова придал мне необыкновенную силу. Я каким-то чудом высвободил правую руку, чуть не сломав ее, и уже было потянулся к блюду через круглое отверстие тандыра. Но тут снова скрипнула дверь. Юльнас! Юльнас! Ух! Нету! Ух! Какой у меня нет? Ух! 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 Я затаился, стараясь не выдать себя даже дыханием. А он уселся рядом и стал негромко насвистывать. Я вообще-то люблю музыку, но в животе у меня и без того играло. Я искренне пожелал этому парню провалиться вместе с его свистом. Адхам! Живи, живи. А муж мой, будь он неладен, расселся за столом и никак не выпроводить. Еле ушел в свою лавку. Ах, ничего, ничего, Жан, ничего. Ты только смотри, не подозревает у нас с тобой, а? Может, ты проговорилась? Нет, ему бы только деньги. А есть ли у него жена или нет, ему все равно. Ах, нет, нет. Да ладно, черт с ним. Поесть у тебя найдется что-нибудь? Найдется? Как же не найдется? Вот, кушайте. И она подвинула ему блюдо с пловом, на которое он сразу накинулся. Ох, вкусно. Блюдо оказалось, ну, прямо передо мной. И рот у меня так наполнился слюной, что я мог бы устроить небольшой фонтан в Байском саду. Парень работал челюстями, как лошадь. Количество белого плова на темном блюде быстро уменьшалось. Я не выдержал. Протянул руку, ухватил горсть и, давясь, проглотил. Парень, хоть и без того занимался двумя делами сразу, заметил в темноте какое-то движение. Эй, слушай, где-то твоя рука. Вот. А, да, вот, вот, твоя рука. А может, открыть ставни? Не надо. Я осмелел и снова протянул руку, но парень был на чеку. Погоди. Чья это рука? А, ну, 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 это моя, это твоя, а это чья? Спички, спички давай. Он силой дернул меня за пойманную руку, передняя стенка тандыра отвалилась, я очутился на свободе. И тут женщина зажгла спичку. Ты кто такой? А ты кто такой? Я тебя спрашиваю. А я тебя спрашиваю. Слушай, парень, у тебя еще есть надежда на жизнь. А у тебя есть надежда на жизнь? О, господи. О, господи. Слушай, голубчик, кто же ты такой? И что ты, что ты делал в тандыре? Ты, может, ты сумасшедший? Или злой дух? Что, сами не видите? Ну, не сердитесь. Вы не сердитесь. Ну, зачем ты залез в чужой очаг? А он зачем залез в чужой очаг? Тут я увидел, что парень засучивает рукава, как это делает мясник, готовясь к убою скотины. Караул! Что ты делаешь? Что же мне еще делать? Кричу караул. Ну, ладно. Уходи по-хорошему. Ступай отсюда. Я есть хочу. Вот. Вот, возьми лепешку со шкварками. А теперь убирайся. Ухожу, ухожу. У караул! Да иди, беги. Тише, тише, тише. Тише, тише. И вот я снова в дороге. Что ждет меня теперь? Небо высоко, земля жестка, куда идти неизвестно. Но дорога, на то и дорога, куда-нибудь да выведет. И на закате дорога вывела меня к реке. Быстрая речка, несется поток. Как перебраться, не знаю. Сам я, как мощи, а путь мой далек. Мне не добраться, я знаю. Щебень извел мои ноги в конец. Сам наглотался я пыль. Стал я желтее, чем тот огурец, Что и сорвать позовыли. Вижу кувшин, я на том берегу. Вижу кувшин золотой я. Только руки протянуть не могу Взять и наполнить водою. Трудно кипящий поток переплыть, Легче дорожкой угладкой. Смелость нужна тут, не жалкая фрыть. Смелость нужна без оглядки. Страннику милый, отвага нужна. Смелость нужна без оглядки. Я увидел, что к реке подъезжает Старый Дыхканин на тощи лошади И побежал ему навстречу. Атаджан! Атаджан! Атаджан, подсадите меня на вашу лошадку. Я сирота, безродный. Ни корочки нет, ни крова. Подсадите, Атаджан, я отслужу. А то не могу через воду перебраться. Ну да, видишь, какая она худая. Только ожеребилась, да и груз у ней. Ну, стыдно двоим мужчинам садиться на такую кобылку. Как же мне перебраться-то, Атаджан? Я ж тут один с голоду умру. Работы не найду. А ты что, работы ищешь? Угу. Ну, нанимайся к сирыбаю на той стороне. У него яблоки в садах-то поспевают. Руки всегда нужны. Как же я наймусь, Атаджан? Он там, а я здесь. Ну, садись, садись. Ну! Ну, пошел. Мы переехали, и я пошел к баю. А что ты можешь делать в моем хозяйстве? Яблоки ведь не кирпичи, надо уметь с ними обращаться. Побьешь, при съеме они гнить будут. Или слишком зеленых, неспелых наложишь. Для продажи тоже убыток. Ладно. Дам тебе за работу два пуда и семь фунтов. Но яблоки будут всякие. Испелые, и неспелые. Всякие. Ну, тут и слепой бы увидел, что он собирается меня обжулить, как котенка. Я разозлился, но виду не подал. Терять мне нечего, подумал я. Дай-ка я и ему поставлю одно условие. Бай-бува, я согласен. Но совесть не позволяет мне умолчать об одном недостатке. А то промолчу, так и сделка по шариату не состоится. Правда, у меня только один изъян. Ну, ладно, ладно, выкладывай, какой там у тебя изъян. У меня, знаете, есть такая болезнь с детства, что я, нет-нет, а время от времени соврать должен. Лишь бы вы меня за это не ругали, Бай-бува. Оплата будет, как вы говорите. Не чистая отродья, хитёртый парень. Ладно, ступай работой, только ври не слишком часто. И вот я стал батраком у Бая. Работа не слишком трудная. Ставил подпорки к яблоням, собирал падалицу, стерёг сад. Оно всё бы ничего. Кабы не окаянный характер самого хозяина. Если вы подойдёте к Сарыбае по какому-нибудь поводу, будьте заранее уверены, что легко не отделаетесь. Байота! 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 А что дальше? Байота, там кандиль поспел. Кандиль поспел. А что дальше? Дальше собирать надо. Собирать. А что дальше? Дальше продавать надо. Продавать. А что дальше? Дальше? Дальше не знаю. А, не знаешь. Не знаешь, а к хозяину идёт. Знаю, знаю, знаю. Дальше есть плата. Есть надо. А продавать что? И вот так всегда. Не найдёшь, что ответить. Получай камчой по спине. И вот отправился Бай к своей новой жене в Чуволочи. А тут яблоки поспели. Падают. Но без хозяина никто не решается начать сбор. А ещё корм у лошадей кончился. А батраки сидят голодные. Но никто не хочет ехать за Баем и слушать его проклятые. А что дальше? Ну, вечером, наконец, мы бросили жребий. Кому ехать? И представьте, жребий выпал мне. Делать нечего. Утром дали мне коня, и я отправился в Чуволочи. По дороге я так и сяк примирялся к будущему разговору, пока не вспомнил вдруг о своём мнимом изъянии, о своём недостатке. Помните? Про который наплёл Баю. Я так обрадовался, что даже руки у меня зачесались. Когда я приехал, Бай сидел в беседке и завтракал варёным мясом из бараньей головы. Ну? Чего приехал? Просто так бы это. Мы все соскучились по вас. Вот. Меня и послали вас навестить. Ага. Ну, это хорошо. Хорошо, хорошо. Молодцы. Ну, не зря тебя послали, а по делу. Говори, что там дальше? Это самое. Ваш нож с ручкой из слоновой кости сломался. Вот я и приехала вам сказать. Ну, а что дальше? Как это он сломался? Что вы им, проклятые, резали? Другие ножи, что ли, в хозяйстве перевелись? Да мы с вашей борзой шкуру сдирали. Нож напоролся на кость, вот и сломался. Что? Как это сдирали шкуру с борзой? Ножом со... Почему шкуру сдирали? Ну, мы спешили, боёта, спешили шкуру содрать. А то шкура пропадёт, некогда было другой нож искать. Да что вам всем пропасть? Отчего она сдохла? Мясо дохлой лошади наелась. А кто ей дал мясо дохлой лошади? Никто не давал боёта. Она сама накинулась. Лошадь-то была не чужая какая-нибудь. Ваша лошадь гнидая с белой отметиной. Как? Слушай, парень, ты сначала подумай, потом говори. Эта гнидая с белой отметиной околела? Спасела. А чего она околела? Потому что негодной оказалась. Что ты мелешь? К чему негодной? Воду возить? Ничего я не мелю. Её ж никогда не запрягали. Ты подлец. Что ты чепуху порешь? Там столько ломовых лошадей. Кто додумался воду возить на единственной лошади, что я откармливаю для улака? Да ведь когда пожар начинается, боёта, кто же думает, для чего лошадь? Запрягли первое, что попалось, лишь бы воду привезти. Ты что, с ума спятил? Какой пожар? Где пожар? Да я-то в уме, хозяин. Пожар в конюшне вспыхнул. Бедные лошади все сгорели. А откуда в конюшне? Не знаю. Говорят, со склада перекинулся. Ой, Аллах, что за напасть на меня? На складе ничего не было. Что там могло загореться? Да вы погодите, хозяин, дайте до конца договорить. На склад огонь с усадьбы перекинулся, а уж в конюшню со склада. Ай, значит, и усадьба, и усадьба, усадьба сгорела. Сгорела усадьба, и склад сгорел, и конюшни, и лошади погибли, и гнидая пала, и борзая сдохла, и нож сломался. Ох, горе мне, а я-то здесь сижу и ничего не знаю. Отчего усадьба сгорела? Ай! От свечи, хозяин, от свечи. Да от какой свечи, чтоб ты сдох? Разве в моем доме свечи жгут? А куда девалось столько лампши, а привез из Ташкента? Я же керосин бочками закупал. Смотрю я, хозяин, совсем вы не даете человеку слово сказать. Где ж это видано, чтобы над покойником керосиновую лампу зажигали? Разве вы не знаете, хозяин, над покойником свеча должна гореть, чтобы ночная бабочка прилетела? А то в кого же дух покойника войдет? Кто умер? Вай, 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 вай. Ой, ваш младшенький, бай, 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 бурри бай. Ой, полезу на тополь, чтобы птенчика достать. И упал. Вай, вай, вай. Ой, только и успел крикнуть папа. Ой, хозяин, пусть Аллах одарит вас с избытком. Я вам принес и радостную весть. Ну, что там дальше? Ваша средняя дочь Адаля Па родила такого сына, что он стоит дороже любого богатства. Что? Моя дочь не замужем? Не замужем? Мы все тоже очень удивились. Но Аллах, если захочет, может одарить и не замужнею? А мальчик-то какой красавец. Помните вашего водовоза Арбакеша Бодала? Да, вылитый он! Бай без сознания повалился на Курпачу и потащил за собой весь Дастархан. Я не стал дожидаться награды. Такие добрые вести стоят ни одного удара плечью. И тут же уехал. Спустя час после моего возвращения в усадьбу прибыл на Буланом. И сам сарыбай. Такое несчастье, чем я прогневал Аллаха. Он ехал с опущенными полами, глядя одним глазом в небо, а другим в землю. Домашние, услышав его плач и причитание, решили, что случилось несчастье, и выбежали навстречу. Начались вопли и объятия, но тут из ворот выскочил младший сынок Бая, сопливый Бурибай. Папа! А-а-а! А-а-а! Папа! Бача! Живой! Папа! Живой! Бурибай! Бурибай! Бача! Наследник мой, Бача! Я получил двадцать ударов плетью, и меня, конечно, прогнали с байской усадьбы, даже гнилыми яблоками расплатились. Снова дорога, и я шагаю, шагаю. Видно уж, судьба у меня такая непутёвая, гонит меня всё в путь и в путь. Увы, из этих чёрных глаз всегда печаль струится. Не нас нам видят мир они сквозь слёзы на ресницах. Весь век скитаюсь и томлюсь в надежде на отраду. Мне до утра земля постель подушкой черепится. То надо мной, то подо мной грохочет тяжкий жернов. И ради хлеба должен я, как жернов тот крутится. Дорога пуста, солнце печёт, пыль взметается, и я тороплюсь к тени одинокого дерева. И вижу навстречу мне, к тому же дереву, спешит другая мальчишья фигурка. И что-то в ней очень знакомое. Да это же Аман. Аман с нашей улицы, мой старый друг Аман. Аман? Ты? Гафур. Аман. Гафур. Я. Салом. Салом алейкум. Ты откуда? Да отец кроничем в кишлак посылал. Ага. А ты? А я? Я в Мекку иду. Да ну. А, знаешь, вернусь в зелёной челме. Халат. О, туфли. О, не узнаешь. А едешь со мной? Да, да не, мне домой надо. Ну, домой, успеешь ещё домой. Пошли, хоть проводишь меня до Багдада. До Багдада? А это далеко. Не, недалеко, к пятнице вернёшься. Ну, ладно, пошли. Только, только правда недалеко. Ты что, ходить не умеешь? Да ладно, хватит дважничать. Пошли. Пошли. Кавы, кавы, кавы власть. Пить есть можно, можно в сласть. Хан-хан-ханой, параллени. Бэк-бэк-бэк-бэк-модоли. Нам-нам власть, вашу власть. Пить есть станем, станем в сласть. Слушай, поесть у тебя нету. Неа. А у тебя? И у меня пусто. Смотри. Чё? Вон кто-то на поле работает. Пошли, выпросим чего-нибудь. Пошли. А-та. 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 Выйти. Да, как нам туда пройти? К базару? К какому базару? Сегодня день небазарный. Ой, правда небазарный. Вай-вай-вай, что же нам делать? А где же нам теперь еду-то купить? Ха. Зачем вам еду покупать? О, поработайте денёк на поле. Вот вам и еда. О, глядите, какая морковка. О, сочная, блестящая. Ну, давайте. Начинайте копать. Морковь и впрямь была так хороша, что у нас слюнки потекли. Мы, конечно, согласились. Покопав немного, сгрызли по морковке. Так и пошло. Помахаем китменём, пожуём морковку. Я-то скоро насытился, но Аман никак не мог остановиться. К вечеру приехал хозяин поля. Он повёл нас в усадьбу. За хорошую работу накормил похлёбкой и указал место возле хлева. Там стояла старая кровать. Аман давно мечтал поспать на кровати, и я ему уступил. Сам я улёгся на землю и заснул было. Но Аман меня разбудил. Морковь была самого сладкого, но коварного сорта. К тому же она, видно, не поладила с похлёбкой, и теперь они дрались в кишках у Амана, как бешеные кошки. Лицо у него было кислое, зелёное, как недозрелый алыча. Едва мы поднялись, вышел хозяин. Ну, что будете делать дальше? Мои работники за соломой уехали. Уж поздняя осень. Работу найти трудно. Может, останетесь на недельку. Еды хватит и на мелкие расходы дам. Эй, останемся. Давай. Мы согласны, хозяин. Согласна. Ну и хорошо. За чаем не рассиживайтесь. Один с коровой в поле пойдёт. Корова у меня наследственная. От покойного отца досталась. Да пролит Аллах её дни. Хорошая корова. За ней от души присмотреть надо. Ну, а другой в усадьбе останется. Чаю подаст, если гости придут. Эй, слышь, я останусь, а? Очень я люблю слушать, когда гости за столом разговаривают. Такого ни в каком медресе не услышишь, а? Ладно уж, оставайся. Я его пожалел. После этой ночи ему было не до поздьбы. Хозяин показал мне в хлеву рябую коровёнку, и она пошла за мной с таким покорным видом, что мне даже не по себе стало. И я подумал, бедная, ты так и на бойню поплетёшься. Но тут она вдруг замедлила шаг. Я обернулся, а она попятилась. Я легонько хлестнул её прутиком, и тут она как грохнется озим. Глаза у ней полезли на лоб, изо рта пошла густая пена, и вся она затряслась, как припадочная. Эй, ты что? Вставай! Ты что? Вставай! Я здорово испугался. Может, я попал прутиком по какому больному месту, или её вообще от рождения не били, или она сама собой подыхает, как тот проклятый бычок, из-за которого я столько вытерпел. Да вставай же ты! Ой, что же мне теперь делать? Я уже решил бежать за хозяином, но она вдруг вскочила и помчалась, задрав хвост. Я на секунду остолбенел, потом кинулся вслед. Но где мне было её поймать? Недаром у неё было на две ноги больше, чем у меня. Ты куда? Стой! Стой, проклятая! А-а-а! Чтоб тебя вороны растерзали! Но стоило мне остановиться, как она тоже встала и принялась, как ни в чём не бывало, щипать траву. Тогда я лёг на спину, словно мне и дела до неё нет, и задрал ногу. Проклятая тварь подобралась неслышно и боднула мою пятку. Я вскочил и помчался за ней, как ветер, ухватив ком земли. Тогда она прямо-таки зарычала и пошла на меня в атаку, выставив рога. Так мы гонялись друг за другом весь день. Ну, вечером я вернулся в усадьбу. Аман лежал на своей кровати, вид у него был замученный. Я, конечно, выглядел не лучше, но решил бодриться. Ну, как дела? Не спрашивай. Объелся. Как? Чем это ты объелся? Чем-чем? Без тебя гости пришли, а хозяйки такие искусные поварихи. Чего только на столе не было. И плов, и манты, и кебаб, и лигман, и халвайтер. Всего не упомнишь. Я между делом того отколупнул, этого попробую. Чуть не лопнул. У меня прямо слюнки потекли. Вот повезло человеку. А я с утра маковые росинки во рту не имел. Ну, завтра я своего не упущу. Ну, а как твои дела? Мои-то? Ага. Ничего. Тоже знаешь хорошо. Эта корова, ну, чистая благодать. Такая смирная, такая послушная. Отведешь за поводок, щиплет травку. С места не сойдет, как привязанная. Травка кончится, она глянет краем глаза, можно, дескать, дальше пойти. Я ей рукой махну и диму, а сам валяюсь в тенечке. Хорошо, что я не остался с этими гостями. Здорово. Завтра я с ней пойду, а? Валяй. Иди. Утром хозяин вынес две лепешки и спитой чай. Ну, кто сегодня чем займется? Я с коровой пойду. Иди. Иди, и вы, ребята, работящие, нелодари какие-нибудь. Слышь, Кафур, хозяин перед гостями тебе лепешку вынесет. Так ты ее не ешь. А то для другого места не останется. Это он нарочно. Ладно, понял. Аман ушел с коровой, а хозяин повел меня за усадьбу и вручил китмень и топор. А ну, покажи усерднее. Выкопай эти два пня. Вчера и Аман-бай, дай бог ему здоровье, поработал как следует. Тоже два пня убрал. Странно подумал я, почему Аман не сказал мне про пни. Я обливался потом на солнцепеке. У меня в глазах темнело. Мог полудни и одолел только один пень. Хозяин вышел с половиной лепешки. Работаешь. Молодец, молодец. На вот полакомся лепешкой. Нет, спасибо, баята. Не хочется пока. Видно, молод еще сила играет. Своих соков много. Ну-ну. Ну-ну. И он ушел, унося лепешку. Солнце пошло к закату. А гости так и не появились. Живот у меня подводило, руки тряслись. Я едва добрел до места во дворе и повалился без сил. Полчаса спустя явился с коровой Аман. Фу. Ну. Как Аман-бай? Набегался? Устал? Я тоже устал. Твои гости не лучше моей коровы. Ну, чего молчишь? Заткнись. Брось. Оба виноваты. Помиримся. Ну, ладно. Уходить отсюда надо вот что. Да у нас же ни денег, ни еды. Ну, здесь тоже не очень жирно кормят. Да уж, не объешься. Только что же мы так с пустыми руками и уйдем? Ну, а что же ты усадьбу, что ли, ограбишь? Да ограбить не ограблю, а за работу нам кое-что полагается. Хм. Слушай. Чего? Давай рябую корову зарежем. И давай. И хозяина накажем, и мясом запасемся. Только слушай. А как же мы ее зарежем-то? Ты сумеешь? Сумею. После ужина хозяин запер ворота на замок и ушел в дом. В полночь мы встали, взяли приготовленный топор и прокрались к хлеву. На моем счету было уже и мамов, и шаг. Но когда я ее ахнул обухом по голове, у меня у самого ноги подкосились. Вроде жалеть ее было не за что, а вот поди ж ты. Кое-как мы разделали тушу. Кафур, вот мешок, держи. Давай, придержи мешок за края. Подсадишь меня на стену, подашь мешок, а там я тебя вытащу. Нет, лучше ты меня подсади. Я мешок вытащу, я сильнее. Ладно. Так. Вот. Давай, лезь на плечи. Ага. Так. Сперва мне ничего в голову не пришло, но когда амам оказался на стене, в голосе его зазвучало что-то недоброе. Давай, давай скорее, ну. И я сразу понял, он собирается отомстить не только хозяину, но и мне. Чего ты там возишься? Сейчас, веревка запуталась. Я быстро развязал мешок, вытащил мясо, влез в мешок сам, кое-как протянул веревку сквозь дыры. Тащи. Ну вот, вытащил. Гафур, а ты там оставайся. Это тебе за корову. Отчитывайся теперь перед хозяином. Счастливо. Вот подлец. Вот подлец, а. И он спрыгнул со стены, еле-еле стащил мешок, кряхтя взвалил на спину и понес, не подозревая, что его ждет. Эй, развяжи мешок, болван. Аман от испугу уронил мешок, еще бы говядина заговорила. И я вылез из своей тюрьмы весь побитый. Это ты? А где мясо? Где мясо? Съел. Сходи, посмотри, что осталось. А ты думал, мясо тащишь, а? Уже небось подсчитал, сколько выручишь? Мне пророк во сне велел так поступить. Ха! Чтобы я от твоей беды отвязался, да? Ха-ха, пророк, слушайте, мусульмане! Да молчи! А то я тебе сейчас покажу, как носоморы кроют. Покажи! Покажи твой нос на той ягодице! Тут Аман на меня кинулся. На, что? Взял! А ну-ка! Ха! А ну-ка еще! Он был тяжелее, но я легче на ногу. Я знал, что ему меня не догнать. Достань! Достань! Но он вдруг и сам сник, словно из него выпустили в воздух, повернулся и пошел назад по дороге. Эй! Му-ла-Аман-бай! Ну что? Не передать ли письмецо вашим дружкам-баям? Эй! Но он не оглянулся и пропал в темноте. Правду говоря, моя злость на него уже почти прошла. Что ж, опять одному в дорогу я вдруг понял, что земля, еще недавно обжигавшая пятки, стало прохладнее, холода на носу, домой надо. Я иду, и думаю о себе, о матери, о сестренках. Всем нам худо живется. А по чьей вине? Да, по чьей? Кто мне это скажет? Отчего у одних все, У других ничего. Да и я вместо учебы ищу дело какого-нибудь. Почему-то шляюсь по дорогам. Только ноги мои, мои босые, почерневшие ноги, знают, двигают себе, как бревна на рисорушке. Одна, другая, одна, другая. И ничего нового вокруг. Дорога, безлюдие, тишина. Эй, да не колокольчик ли это каравана? Так и есть. Нет лучшей музыки для путника, чем этот перезвон, сперва дальний, замирающий. А потом все ближе, звонче, но по-прежнему нежный. Словно это и не верблюды идут, а сами ангелы господни, чтобы указать легкую дорогу. И вот караван догоняет меня, и при головном верблюде старик в белой челме, в конце каравана молодой парень с собакой, оба восседают на ишаках. Куда путь держите? А та! Чок, чок! Чок! Чок, чок! 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 Зачем отвязывать собаку? Я собак не люблю, у меня от них волдыри по всему телу. Оттого, что в степи, я и знать не знаю. Я смиренный раб Божий мухи не обидел. Ты, видать, мастер языком чесать. Но если ты не знаешь того второго, что же он-то тебя ругает, на чём свет стоит? Ну, я разве знаю, а та? Ругает мой, пусть себе ругает. Я же не слышу. А у него, может, от ругани кишки наполняются. Значит, не знаешь. Ну, ладно, что с тобой делать? Шагай рядом. Ау-чак-чак. Мы в Ташкент идём. И я в Ташкент. И вот мы движемся, движемся. Колокольчик позванивает. Хорошо. Хорошо. Только молчать мне не в ночь. Атахон, а как вон та большая звезда зовётся? О, хитрый ты парень. Хочешь имена звёзд узнать, да и волшебником заделаться? Что вы, Ата? Каким таким волшебником? Да уж таким. Значит, вон та звезда. Угу. Её зовут Зухра, сынок. Она, знаешь ли, была дочерью бедняка. А когда родители у неё умерли, Падишах заслал сватов. А она была, надо тебе сказать, красавица из красавиц. Но Зухрай говорит, у меня есть любимый, за него выйду. Сам понимаешь, Падишах разозлился. Велел найти её любимого и повесить. Повесили, а виселица была длинная-длинная, Высокая-превысокая. Ночью девушка пришла к ней И стала карабкаться вверх. Лезла, лезла, добралась доверху, А там и до неба рукой подать. Ну, думает, что мне на земле теперь делать? Побуду на небе, пока на земле злых Падишахов не станет. А там и спущусь обратно. Вот она всё и заглядывает утром и вечером на землю. Как, мол, дела там. Не пора ли возвратиться? Нет, видно, не пора. И я иду, и словно вижу эту девушку, Что глядит на меня с неба. Но вера в то, что не будет Падишахов, Что настанут лучшие времена, Не покидала меня даже тогда, В те далёкие и тяжёлые годы моего детства. И у коня меня кричей огня, Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, Угнали коня, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, Угнали коня. А как он косился, Уздечка из меня, Глазами манья. Будь ночь мне свидетель, Звезда и луна, Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, Найдусь, как луна, Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, Найдусь, как луна. И степи ветер верну я сполна, Верну я сполна. Найдусь, как луна. КОНЕЦ